На телеканале Юганск новости. Здравствуйте в студии Кристина Кочерова и в начале коротко о главном в этом выпуске. Временные трудности. Из-за порыва трубы 8-й омикрорайон оказался в воде. 7 ноября какой день? Что знают нефтеюганцы о Великой Октябрьской социалистической революции? Научились ходить через болото. В Нефтеюганске подвели итоги школы безопасности. Жители некоторых домов 8-го амикрорайона сегодня утром шагнули не в снег, а в воду. На пожарном гидранте возле детсада Зулушка произошла авария. Три жилых пятиэтажки и садик ненадолго остались без холодной воды. Специалистам Юганского водоканала потребовалось всего пара часов, чтобы исправить ситуацию. Но мокрые последствия остались значительно дольше. Инна Новикова с репортажем. Около 12 ночи в аварийную службу Юганского водоканала поступил звонок. Из колодца недалеко от магазина «Балтиках» листала вода. За полчаса вся ближайшая территория покрылась большими лужами. По отметинам на колесах видно, какого уровня достигала вода. Было принято решение об отключении холодного водоснабжения данной клетки. После перекрытия данного участка вакуумными машинами произвели откачку колодца. И определили, что вышел из строя пожарный гидрант. Как выяснилось, треснул чугунный корпус клапана гидранта. Специалисты уверены, что это заводской брак. Через два часа вышедшие из строя гидрант заменили, а у людей снова появилась холодная вода. Однако благодаря ночному потопу сугробы во дворе затвердели, и автомобилисты оказались в ледяном плену. Попытки освободиться из него для некоторых оказались небезопасными. А на соседнем гидранте возле восьмой школы водоканал меняет запорную арматуру, а заодно обновляет трубу. Теперь у жителей соседних домов вода будет чище, а риск аварий на трассе практически исключен. Полителен. Вон распаяли полителен. Менять старую на новую полителен. От колодца до колодца. Причем здесь аварийщики борются с водной стихией не только в ее жидком, но и в твердом состоянии. Чтобы рабочая машина водоканала проехала, бригаде пришлось потрудиться с лопатой. Пешеходам не легче. Вот пожилые женщины пробираются через сугробы. Пока что можно идти только по автомобильной колее. Иду кое-как. Этими заколками. По коленам в снегу. Нигде не пройти, не проехать. Не то, что людям. Машины не ездят. Не чистят, по-моему. Или еще не начали, или я не знаю почему-то. Дороги вроде чистые, а вот в дворах вообще ужас. Застревать не приходилось, но если будем так говорить, пожарная, скорая помощь, то пробираем, естественно, будет проехать в микрорайон. Тем не менее, временно критическая ситуация со снегом показала, насколько отзывчивы нефтеюганцы. Так многие автомобилисты участливо помогают друг другу выбраться из снежного капкана. Инна Новикова, Евгений Трифилов, телерадиокомпания «Юганск». РН «Юганскнефтегаз» добыл 2,4 млрд тонн нефти с начала разработки месторождений в 1964 году. Это крупнейший актив «Инкаруснефть», который обеспечивает порядка 30% нефтедобычи компании. Сегодня РН «Юганскнефтегаз» ведет разработку 36 лицензионных участков на территории Хантамансийского округа, общей площадью свыше 20 тысяч квадратных километров. В их число входят такие легендарные месторождения, как Мамонтовская, Приобская, Малобалыкская, Правдинская, Приразломная, которые являются уникальными по величине начальных извлекаемых запасов. На протяжении ряда последних лет предприятие показывает стабильно растущий уровень добычи нефти. В июле «Юганскнефтегаз» установил абсолютный исторический рекорд суточной добычи – более 198 тысяч тонн. Достижение высоких показателей – это результат интенсивного эксплуатационного бурения, эффективных геологотехнических мероприятий, внедрения инноваций, современных технологий. Все это позволит до конца года дополнительно добыть 2 млн тонн нефти к запланированному объему. День, который потряс мир. Завтра исполняется 102 года Великой Октябрьской революции. В России этот праздник не отмечается уже 29 лет. Помнят ли о нем? И главное, как относится когда-то к главному государственному торжеству нефтьюганцы? Смотрите в нашей традиционной рубрике. Какой завтра будет праздник? Я вообще не здешний. Ну, день 7 ноября что-нибудь вам говорит? Ну, как? Вечный праздник был завтра. Завтра? Понятия не имею. А день 7 ноября говорит что-нибудь? Так сейчас 4-го мы празднуем. Ну, день революции. День революции, да? 7 ноября. Да. Так, а вот как вы считаете, вот наши предки совершили революцию правильно или неправильно? То есть надо было это делать или наоборот это плохо? Да, наверное, не надо было делать. Ну, вот в итоге людям стало лучше жить или хуже, как вы считаете? Не, мы жили хорошо в советское время. Ну, и трудно было, и всякое. Ну, работали все. Стало равноправие, стали жить лучше. Ну, то, что так случилось, что одна война, вторая война, пережили много. День Великой Октябрьской социалистической революции что-нибудь говорит? Ну, так, если честно, я историю не очень интересуюсь. Как вы считаете, вот та революция, она принесла нам благо или наоборот зло? Ну, я считаю, благо, наверное, но не зло. А почему? Ну, я не могу объяснить. Завтра, 7 октября, день... Какой праздник? День Великой... Великой Отечественной. Нет, октябрьский праздник. Почему не стоит жадничать на доброту? Мы продолжаем рассказывать о победителях городского конкурса «Компетентностный учащийся». Сегодня о трех девушках из пятой школы. Хорошо учится, три раза в неделю ходит на танцы и каждый день два часа на подготовку к ЕГЭ. У победительницы конкурса «Компетентностный учащийся» жизненный график жесткий, потому что есть мечта стать провизором. Вообще я просто хочу помогать, и все. Ну, если получится, то я создам какое-нибудь лекарство, а так я буду помогать людям. А какое лекарство, от чего бы ты хотела? От рака. От рака. Почему, как считаешь? Потому что очень распространенная болезнь в наше время. И очень много знакомых в последнее время у меня уже погибло от этой болезни. На конкурсе участники должны были рассказать о своей формуле успеха. Как удается совместить отличную учебу, занятия спортом и двумя иностранными языками, рассказала семиклассница Елена Иноземцева. Надо рассказать о том, как ты добиваешься того, что ты сейчас имеешь, и надо донести понятно. Ну, а в чем твоя формула? Моя формула заключается в том, что я всегда должна идти вперед, несмотря на трудности. И если бы я сейчас на самом деле остановилась бы, то я бы не прошла, мне кажется. А вот Аделия Аскарова считает успешным человека, который умеет дарить тепло и помогать другим людям. Девушка также хорошо учится и занимается волонтерством. После того, как я посетила первый семинар, это был семинар «Особенные люди» по языку жестов. И тогда можно сказать, что я поняла, насколько важно помогать людям, потому что ты даришь этому миру добро, улыбки те же самые. И когда ты получаешь отдачу от другого человека, это стоит намного дороже, если ты что-то продашь или что-то, наоборот, отдашь. Ты это получаешь на энергетическом какого-то уровне, то есть ты заряжаешься эмоционально. Пятая многопрофильная, гордиться своими ученицами, отметим, в этом году победителями конкурса «Компетентностные учащиеся» стали 23 ученика из разных школ города. Наталья Платонова, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск». Детям правильный пример. Госавтоинспекция «Нефтеюганска» проводит профилактическую акцию. Всю неделю сотрудники ГИБДД обращают особое внимание на поведение водителей и детей-пешеходов. Такой контроль связан с участившимися случаями аварий с участием несовершеннолетних. В этом году в «Нефтеюганске» уже зарегистрировано 17 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. Последние два случая произошли в конце октября. В целях снижения детского травматизма на проезжей части во внутриквартальных проездах сотрудники ГИБДД проводят комплекс мероприятий. Так, в садах и школах организованы профилактические беседы, а на дорогах города запущены рейды. Полицейские работают по выявлению и пресечению нарушений ПДД, допускаемых детьми, а также водителями, которые пренебрегают правилами перевозки несовершеннолетних пассажиров. Городские школьники научились стрелять и ходить через болото. В «Нефтеюганске» подвели итоги 21-го городского конкурса «Школа безопасности». С победителями соревнований пообщался наш корреспондент. В актовом зале только специалисты в сфере безопасности. «Нефтеюганские» школьники в конце сентября прошли настоящую «Школу жизни» и получили специфические навыки. Дарья Часовских теперь многое умеет, даже ходить по воде. Самое интересное для меня запомнилось – это прохождение через болото. Там надо было не упасть в болото, пройти по жердям. Было очень интересно. Соревнования «Школа безопасности» прошли в «Нефтеюганске» уже в 21-й раз. В состязаниях участвовали команды разных школ и возрастов – от самых младших до старшеклассников. Свои поздравления в связи с успешным окончанием турнира передал ребятам депутат окружной думы Владимир Семенов. «Примите пожелания и посыл. Неважно, где и откуда ты начинаешь. Главное – это желание и движение вверх и вперед. Все в жизни зависит только от вас». К поздравлениям в адрес прошедших «Школу безопасности» присоединились представители «Нефтеюганской администрации» и думы города. Сами виновники торжества были готовы рассказывать о своих впечатлениях бесконечно. «Там было такое развлечение, когда там две дымовых гранаты бросили. Тоже прикольно было. Мы там стреляли из автоматов, и там были гильзы. Там еще показывали, что там кирпичи ломали. Видел, там приемы показывали». «Нефтеюганские школьники» показали себя не только на городских соревнованиях. Команда муниципалитета участвовала и в состязаниях окружного уровня. Среди 11 команд наши заняли второе место. Андрей Валикжанин, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск». 18 тысяч. Столько ребят записано в детской библиотеке «Нефтеюганска». Именно там прошло награждение победителей конкурса «Читатель года». Какую литературу предпочитает современная молодежь, узнал наш корреспондент. Некоторые из лучших читателей ходят пока не очень уверенно. Но путь библиотек уже знают твердо. Самому юному любителю книг пошел только третий год. Самым старшим уже перевалило за 14. Вопреки расхожему мнению, современные дети читают довольно много. Уверена Полина Ворончукова. На самом деле это зависит от самого человека. В основном вся молодежь любит читать современную литературу, а не классику. Рея Брэдбери, Виной за дуванчиков, 451 градус по Фаренгейту. Конкурс «Читатель года» в Центральной детской библиотеке проходит уже десятый год подряд. Так библиотекари стимулируют интерес ребятишек к чтению. В этот раз награждали самых преданных друзей книги в пяти номинациях. И надо сказать, специалистам было из кого выбрать. Вы знаете, в период каникул просто стоит очередь на абонементе, чтобы взять книги. В будние дни дети всегда заняты. У них кружки какие-то, занятия, секции. А в выходные у нас библиотека заполнена, все залы. Порой школьники ходят в читальный зал целыми компаниями. Для таких посетителей существует особая номинация. Если есть время, ребята проводят в библиотеке по 3-4 часа. Читают, общаются. В первую очередь на литературные темы. В школе задали на лето читать «Капитанскую дочку». Я ее прочитала и буду перечитывать уже на каникулах. И читаю вот Гарри Поттера. Практически всего прочитал. Победители конкурса признавались, первую книжку прочли в 4-5 лет. До этого лет с двух слушали аудиоверсии литературных произведений. И не в интернете, а в исполнении своих родителей. Так и приохотились к общению с книгой. Наверное, навсегда. Андрей Валикжанин, Дмитрий Шестопалов, телерадиокомпания «Югамск». Сохранить исчезающую русскую породу лошадей. Такую цель поставили перед собой фермеры из Ростова-на-Дону. Кстати, для этого им пришлось позвать на помощь художников. Как это взаимосвязано? В рубрике «Другие новости». На ферме в Ростовской области прямо под открытым небом рождаются картины. Их главные герои – донские лошади или дончаки. Несколько российских художников приехали сюда пожить в окружении скакунов и расписать стены местных строений. Открыли ферму три года назад Надежда Скрипкина и её муж. Супруги хотят спасти исчезающую русскую породу. Не менее знаменитую, чем орловский рысак. Если на улицах города остановить людей и спросить, кто такой дончак, мало очень будет правильных ответов. Возможно, кто-то скажет, кто-то с Дона. Очень редко люди даже в Ростове-на-Дону смогут правильно ответить на этот вопрос. И мы решили, что нашей целью будет познакомить жителей Ростовской области с этой породой, рассказать и показать, насколько она прекрасна и многогранна. Художники откликнулись на призыв Надежды в социальных сетях. Работаю на таком формате впервые, но от этого ещё более интересно, потому что здесь рядом живые модели, они вдохновляют, направляют на путь. Донская порода была выведена в 18-19 веках на территории нынешней Ростовской области. Теперь в России осталось не более 200 донских лошадей. Сейчас человек не выпускает из рук телефон, а тогда казаки не выпускали из рук лошадей. Они с этими лошадями жили вместе, они ходили в походы, они на них пахали, они с ними купались. То есть лошадь – это было для человека всё. А потом появился век машин, и лошадь стала не нужна. В конюшнях живут уже 15 дончаков. Владельцы планируют расширять хозяйство и превратить ферму в туристическую достопримечательность, где люди смогут кататься верхом и больше узнавать о редких лошадях. Дончаки известны своей выносливостью, крепким здоровьем, неприхотливостью и статной красотой.